Всем добрый день, с вами Айден, и все-таки оно случилось. То, чего мы так сильно боялись, то, над чем мы даже усмехались, говоря, что у нас в стране такого точно не будет. То, что Милонов, депутат, который предлагает эти инициативы, ну, немножко из ума выжатый чиновник, поэтому ничего сделать он не сможет. Любую музыку слушайте, знаете. Пошли! Он не смог сделать, но зато смогли сделать другие власти. Власти Украины запретили, можно так сказать, доступ к социальным сетям, основным и поисковым системам, которые работают у нас в России, гражданам своей страны. Сегодня утром Петр Порошенко, это президент Украины, если что, сдает указ о расширении экономических санкций, в основном против России. Сам указ вышел на официальном сайте, там очень много информации, оно все на украинском языке, около 300 страниц. Если вам интересно, почитайте в описании. Туда попало более тысячи человек, это представители разных стран, там США, Германия, Россия, конечно же. Эти люди не смогут посещать Украину, то есть им запрещен въезд туда, ну и всякие там различные санкционные обязательства, то есть, например, если у них были гранты какие-то или другие награды в Украине, то они автоматически аннулируются. Также туда попало более 400 организаций. Вот как раз-таки эти организации нас с вами и интересуют. Вообще, санкции в наше время это не новость, их разные страны вводят друг против друга, однако власти Украины впервые не то, что запретили какие-то организации, а они запретили доступ к огромным ресурсам с информацией. Входят такие ресурсы, как Яндекс и Мейл.ру, то есть в самом указе четко написано запретить доступ на эти сайты, вот прям обычным русским, ну не русским, украинским языком. И если без Яндекса, на первый взгляд, реально прожить, ну что там, мы можем гуглом пользоваться и всеми ими сервисами. Хотя это тоже очень спорный вопрос, потому что у многих пользуются почтой Яндекса, под запрет попадает не только сама поисковая система, новостями Яндекса, Яндекс.Деньги, все это тоже входит в санкционный список. По-моему, из Яндекса сервисов в списки санкций не входит только погода, и то погоду смотреть нельзя в Москве и в Киеве. То с Мейл.ру дела обстоят гораздо серьезнее. Ну неужели в семнадцатом году кто-то пользуется поиском Мейла и сидит на моем мире? Мейл.ру также принадлежат одноклассники, которые тоже указаны в этом списке, и ВКонтакте, так что если вы проживаете на территории Украины, то будьте уверены, что скорее всего, даже не скорее всего, а точно доступ к этим сайтам в ближайшее время у вас будет заблокирован на три года, как указано в самом указе. Тавтология. Ну и не буду же я перезаписывать этот дубль, правильно? Правда, меня интересует вопрос, ответ на который я не смог найти нигде. Как скоро провайдеры Украины начнут блокировать одноклассники ВКонтакте, Мейл.ру, Яндекс и остальные сайты, которые указаны в самом законе? Мне скинули скриншот, вы можете его видеть здесь на экране. Якобы уже начинается блокировка, но, честно говоря, в этот скриншот я очень слабо верю, потому что я не смог найти вот этого добробута, то есть такого провайдера в Украине просто не существует, или они очень хорошо шифруются, и у них просто нет никакого сайта. Однако, если это подлинный скрин, то очень забавно, как провайдер позаботился о вашем времени и сразу указал те браузеры, благодаря которым можно обойти это ограничение. Ну, по крайней мере, Тор самый из них известный, скачивайте, и плюс ко всему ваше пребывание в интернете будет наиболее анонимным. Самое интересное, что эта новость больше всего интересует и будоражит интерес в первую очередь тех, кто, в принципе, никак не связан с этой проблемой. Ну, то есть, серьезно, читаешь новости, там везде твердят о том, что вот, теперь нельзя будет пользоваться социальными сетями в Украине. Я пишу ребятам, которые там из Киева, из Украины, спрашивают, ну что, как теперь с этим вы будете жить? Они такие, ну, у нас все пока нормально, типа, ну и пофиг, сейчас, что будет, что будет. Это, я считаю, правильное решение, потому что, ну, проблема не настолько глобальная, именно которая касается социальных сетей. То есть, в 2017 году запретить пользоваться теми или иными сайтами на территории какой-то определенной страны, ну, просто невозможно, потому что любой человек знает, что такое VPN, знает, что такое браузер Тора, остальные браузеры, и сможет без проблем обойти эту странную санкционную глупость. Безусловно, это ненормально, то, что из-за политических интересов должны страдать обычные аполитичные люди, такие вот, как мы с вами, например, потому что ВКонтакте это первая социальная сеть, самая популярная вообще в СНГ. И блокировать такой большой ресурс, это, мне кажется, ну, не знаю, не в угоду России уж точно, а в угоду своих же граждан. Уже сейчас создаются петиции об отмене этого указа, но вы сами знаете, что такое петиция и какой вообще от нее смысл. В принципе, никакой, но на всякий случай я оставлю ее в описании. И вообще, на самом деле, я бы не из-за ВКонтактика, там, на митинги ходил или петиции подписывал из-за запрета вот в социальной сети. Допустим, отзывают там лицензии у многих банков, люди там могли деньги, сбережения хранить. Это, мне кажется, гораздо глобальнейшая проблема, чем запрет, пускай и самой популярной в социальной сети, но которую можно без проблем обойти. Я просто пролистываю указ, вот, например, Аэрофлот, это крупнейший авиаперевозчик, на него тоже накладываются эти санкции. То есть, есть гораздо больше компаний, запрет которых может вызвать наибольшую проблему, чем запрет ВКонтактика или Одноклассников. В любом случае, мне очень интересно узнать ваше мнение на эту тему. В первую очередь, мнение жителей Украины. То есть, вообще, напишите, у вас что-то закрыли уже или нет? То есть, вот это мне важно знать. Прямо вот каждый день отписывайтесь. Если сегодня все нормально, то пишите, сегодня все нормально. Я пока ВКонтакте официально и легально сижу. Я буду с этого дня активно вести свою страницу на Фейсбуке. То есть, все новости, которые ВКонтакте, я их буду публиковать на Фейсбуке, причем не просто копировать, а именно писать их как бы оригинальные. Также у меня есть Твиттер, все ссылки будут в описании. Я думаю, что мы с вами, ну и вы конкретно тоже, ну не пропадем от всего этого. И я очень жду ваших лайков, комментариев и мнений на эти вот все новости. Вот просто политика, как говорится, лезет к нам в жизнь. Вот это, мне кажется, неправильно. Вообще такого быть не должно. Ну как бы такое всегда было, ну вот чтобы вот прям вот так вот. Это очень плохо. Надо с этим что-то делать. А что именно? Предлагайте в комментариях. С вами был Айден. Люблю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин